МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Ума Палата. Отборочные игры. Принято считать, что интеллектуальные игры не делают людей умнее. Прежде всего, это проверка памяти, логики и других важных когнитивных науков. Проверим, насколько хорошо память и логика развиты у наших сегодняшних игроков. Игроки, представьтесь. Слепцов Николай, студент третьего курса Института естественных наук СВФУ. Здравствуйте, меня зовут Родион Анастасия. Я студент пятого курса Высшей школы музыки. Память и логика. Анастасия, насколько хорошо они у Вас развиты? Совершенству нет предела, скажем так. Какая область знания ближе всего Вам? Музыка. Отчего Вы больше всего далеки? Каких вопросов сегодня боитесь? Скорее всего, география, математика, физика, химия. Николай, Вы сказали, что Вы студент Института естественных наук. Какую область изучаете? Химия. Ваша область знаний, очевидно, совершенно полярна знаниям Анастасии. Есть какие-нибудь опасения на этот счет или наоборот считаете, что это Ваше преимущество на сегодня? Нет, нет ни преимущественных опасений. Я думаю, я просто химик, вот музыкант. Будет интересная игра. Замечательно. Таким же образом мы с Вами и настроимся на сегодняшнюю игру, чтобы она прошла интересно для Вас прежде всего. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли Вы выиграть 100 тысяч рублей, ответив верно на 20 вопросов в трех раундах нашей игры. Пока что перед Вами находится черный ящик, в нем два шара красного и синего цветов под стать Вашим костюмам. Вам нужно вместе вытянуть эти шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Николай, Вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Можете вернуть шары на место. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, давший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Николай. Итак, первый раунд. Николай, какая часть атома не имеет электрического заряда? Электрон. Верно. Анастасия, как обозначается калий? Пас. К. Николай, что изучает метеорология? Погоду. Верно. Анастасия, какая планета самая жаркая в Солнечной системе? Солнце. Венера. Николай, какой стихийный обед измеряется по шкале Рихтера? Землетрясение. Верно. Анастасия, у каких живых существ находит джемчуг? Моллюски. Устрица. Николай, на какой планете силы тяжести наибольшие? Юпитер. Верно. Анастасия, в каком вымышленном подводном городе разворачивается действие популярного мультсериала «Губка Бо» и «Квадратные штаны»? Пас. Бикини-ботом. Николай, как называется анимационное телешоу с участием четырех черепашек, обученных боевым искусством? Черепашки-ниндзя. Верно. Анастасия, Google, Chrome, Safari, Firefox, Explorer. Это разные типы чего? Поисковиков. Веб-браузеры. Николай, как называется телесериал, рассказывающий о выживших в авиакатастрофе на Таинственном острове? Остров выживших. Остаться в живых лост. Анастасия, в каком году была представлена первая кукла Барби? Пас. В 1959-м Николай, какой моделер знаменит изобретением маленького черного платья? Диор. Как у Шанель. Анастасия, какой город фигурирует название черной трагикомедии с участием Колина Фаррелла, где его персонаж хотел выброситься в скалокольни? Пас. Брюкгэ. Назовите единственное в мире государство, названное в честь пустыни. Николай. Алжир. Намибия. Анастасия, язык маори стал официальным языком этого государства в 1987-м году. Назовите страну. Пас. Новая Зеландия. Николай, что часто считается наименьшей единицей памяти? Бит. Килобайт. Анастасия, это английский ученый совершил кругосветное путешествие на корабле Биггл. Пас. Дарвин. Николай, это вот сразу за одну из его реформ прозвали освободителем. Александр. Второй. Анастасия, какой литературный герой был автором романа «Монографии» от 240 видах табака? Буковский. Шерлок Холмс. Николай, как называется операционная система с открытым исходным кодом? Создана Линусом. Торбайсом. Верно. Анастасия, в кино-драке обычно звучит ударами кулака по качану капусты или по куску сырого мяса. Этот звук с стуком пластиковых стаканчиков. Какой? Пас. Стук копыт. Время вышло. Итак, первый раунд завершен. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 22 вопроса. При этом Николай дал 7 правильных ответов, а Анастасия – 0. Анастасия, как будете оправдываться? Никак не буду оправдываться. Как вы учились в школе? У меня красный диплом. Иронично. В высшей школе музыки какие предметы? Есть предметы общего порядка? Есть, но нет предметов в спанчбобе, например. Как вы учитесь сейчас на пятом курсе? Прекрасно. Красный диплом светит или нет? Если постараюсь, то да. Николай, 7 правильных ответов. Вы готовились к нашей игре? Нет. То есть это ваши знания? Я надеюсь, да. В какой школе учились? Я учился сначала в городской классической гимназии, а потом в СУНС СВФУ. Золотая медаль? Да. Слава Богу. Здесь без иронии. Спасибо. Николай, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете второй раунд. Переход хода в следующем этапе происходит после первой ошибки игрока. Это означает, что если вы будете отвечать правильно, вы не дадите Анастасии ни одного шанса ответить хотя бы на один вопрос. Николай, этот хорошо знакомый всем овощи в Италии называют золотое яблоко. Во Франции яблоко любви. Назовите овощ. Картофель. Помидор. Анастасия, эту траву, из которой делают всем известную приправу, первыми в России стали возделать немцы из Сарепты. Пас. Горчица. Николай, этим овощем герой рассказа Джека Лондона по имени Смокбелью успешно лечил цингу. Морковь. Картофель. Анастасия, это легкое воздушное пирожное, получило название от французского слова поцелуй. Безе. Безе, верно. Анастасия, итальянское название этого блюда можно перевести на русский язык словом тесто. Как его называем мы? Паста. Анастасия. Как называется этот один музыкальный термин и что переводится по-французски буквально кушание из разных сортов мяса и зелени? Оливье. Папури. Николай. В 19 веке Шарль Морис Толейран говорил об этой стране, что в ней есть 32 религии, но только одно блюдо. Да и то плохое. Многие гурманы сейчас готовы подписать под этим высказыванием. Назовите страну. Франция. США. Анастасия, этот герой, наверное, заключил Париж, что сможет совершить кругосветное путешествие за 80 дней. Назовите этого персонажа. Пас. Филиас Фокк. Николай, этот человек впервые совершил кругосветное путешествие за 1 час 48 минут. Пас. Гагарин. Анастасия, является ли джавой типом операционной системы? Пас. Нет. Николай, как называется гранж-группа, лидером которой являлся Курт Каберин? Пас. Нирвана. Анастасия, какой цветок является национальным символом России? Пас. Ромашка. Николай, у какого животного отпечатки пальцев идентичны человеческим? Куала. Куала, верно. Николай, сколько через цветы сохранилось до наших дней? Один. Верно. Пирамида хиосфа. Николай, какой стране принадлежит традиция празднования Дня мертвых? Мексика. Мексика, верно. Николай, какой из этих знаков зодиака относится к огненным элементам? Водолей, телец, лев, рак? Лев. Лев, верно. Николай, кто изображен на американскую купюру в 100 долларов? Джордж Вашингтон. Франклин. Анастасия, какая страна была первой официально принявшей язык программирования? Америка. Великобритания. Николай, в какой стране был построен первый в мире получи атомный реактор? Россия. Верно. Николай, откуда в родом кофе? Америка. Южная Америка. Этиопия. Время вышло. Второй раунд завершен. Сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов, при этом Николай дал 5 правильных ответов, а Анастасия только 2. Анастасия, какие ощущения от игры? Прикольно. Прикольно, да, согласен с этим. Анастасия, а что помешало вам выиграть в этой игре? Какие факторы? Просто удача. Я знаю, что в вашей программе есть и те вопросы, на которые я знала ответы, но, к сожалению, они сегодня задавались моему оппоненту. Да, удача сегодня не на вашей стороне, но, тем не менее, во втором раунде не было вопросов из Панч Боба. Есть пожелания какие-то для Николая? Ну, никогда не сдаваться и получить еще больше удовольствия от игры. Спасибо. Спасибо вам за игру. До свидания. Спасибо. Николай, были ли вопросы, которые показались вам сложными или неоднозначными? Вопрос о Гагарине был очень интересный. Я даже не задумывался о том, что можно говорить про орбиту Земли. Были ли вопросы заданы Анастасии, на которые вы знали ответы? В первом туре было несколько химических вопросов. Калий мог бы ответить. Понятно. Николай, сейчас мы перейдем к третьему раунду. У вас будет всего одна минута, в течение которой я буду задавать вам вопросы. Если вы доведете счет правильных ответов за все три раунда до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за наш главный денежный приз в 100 тысяч рублей. Напоминаю, что за этот приз можно побороться в конце нашего телесезона. Николай, что народное мудрость советует отдать врагу? Пас. Ужин. Кто часто сопровождает Деда Мороза, поздравляющего малыша? Сигурочка. Верно. Что не только символ Нового года, но и старое название китайского чиновника? Мандарин. Верно. Что в популярной игре тыс, который нужно переставлять на экранном поле? Конечности. Верно. Какую форму имеет деталь, соединяющая стрелки кормлевских курантов? Звезда. Верно. О каком фильме Борис Стругацкий отозвался мюзикл, получился не дурной? Пас. Чердея. Что в 1842 году? В 1907 году изобрел олондонский инфидитор Томас Смит, увидев, как сладостей возаворачивали в красивую бумагу? Пас. Хлопушку. Какой город стоит в заливе Гуанабара, который был открыт португальцем Гашпаром де Ламуше 1 января 1502 года? Бамбей. Рио-де-Жанейро. В каком городе ты на 1674 году состоялся первый в России полном штабный фейерверк? Москва. Великий Устюг. Чему в Туле установлен памятник? Прянику. Верно. Что в Китае недавно объявил своим национальным достоянием вызов и возмущение граждан Южной Кореи? Ост. Кимчи. Какое блюдо назвал французский товар Андрея Дюпон, составивший на службу у русского графа? Оливье. Биф строганов. Что часто популярным? Благодаря ресторану Трехкорон, обслуживающему посетителей Всемирного Высокена 1939 года. Фастфуд. Шведский стол. Еда на вынос? Шведский стол. Ответ правильный. Итак, за время игры я задал вам 13 вопросов. Вы дали только 6 правильных ответов. Это означает, что в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20. Поэтому покидайте нашу игру, что я и сообщаю вам с фрескорбием. Тем не менее, это было увлекательно, это было нервно и это было действительно интересно. Спасибо за игру. До свидания. Вам спасибо. Это игра Ума Палата. Может быть, следующие игроки смогут удивить меня своими знаниями. Узнаем прямо сейчас. В эфире Ума Палата. Если вы хотите лучше познать себя и окружающих, если не хотите быть втянутым в чужие игры и стать хозяином своей жизни, то рекомендую прочитать книгу американского психолога Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». А также советую игру Ума Палата, в которой можно сразиться самим собой и выиграть 100 тысяч рублей. Удастся ли это нашим сегодняшним игрокам? Узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Готовцева Алена. Я приехала сегодня из Амгинского УЗ. Чем занимаетесь? Я учитель русского языка и литературы. Прекрасно. Здравствуйте, меня зовут Эверстов Максим. Я писатель и сотрудник медиа-центра национальной библиотеки. Также преподаватель. Преподаватель чего? Преподаватель русской литературы в Северо-Восточном федеральном университете. Хорошо. Хорошо. Филологи-русисты друг против друга. Максим, мы знаем, что вы страстный игрок в различные игры. Какие игры предпочитаете? Настольные, подземелья и драконы, реже компьютерные, но в основном те, где командная игра. Вопрос педагогического характера. Как вы считаете, эти игры что развивают? Мне кажется, лидерские качества, умение коммуницировать, работать в команде и, наверное, фантазию. Что немаловажно для писателя. Алена, мы знаем, что вы учитель русского языка и литературы. А по каким предметам другим вы были успешны в школе? Общество знания, история и химия. Какие предметы давались вам хуже всего? Математика. Как думаете, пригодятся ли вам сегодня знания из школы? Я очень надеюсь на это. Если честно. Посмотрим. Игра покажет, сможете ли вы сегодня выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов по результатам всех трех раундов. Пока что перед вами находится черный ящик. В нем два шара красного и синего цветов. Вам нужно вытянуть шар красного цвета, который и определит, кто будет отвечать первым на вопрос. Пожалуйста. Алена, вы будете отвечать первой на вопросы первого раунда. Верните шары и будем приступать. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, давший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый начинает Алена. Итак, первый раунд. Алена, что обычно едет горячая макрошка, госпача, рассольник, свихольник? Рассольник. Верно. Максим, какой материал ни один из этих героев сказки «Три поросенка» не использовал для возведения собственного дома? Лед. Лед. Верно. Алена, какой предмет нужен альпинисту, дырокол, гвоздодер, ледоруб, стеклорез? Ледоруб. Верно. Максим, что отсутствует у классического органа? Струбы, клавиши, труны, педали? Я думаю, струбы. А, это струны? Струны. Алена, что, как уверяют по слову, если должна покинуть баба, чтобы облегчить жизнь лошади? Хату. Воз. Максим, о ком повествует фильм «Союз спасения»? О декабристах. Верно. Алена, кто из жен декабристов первого отправилась в Сибирь в 10 лет за мужем? О, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Тру... Ой, пас. Не знаете. Трубецкая. Да. Максим, в каком фильме Андрей Тарковского физическую роль сыграл писатель Юлиан Семенов Солярис? Алена, как иронично советуют держать карман «Народная присказка»? Шири. Верно. Максим, кто идеально маскируется под ветки дерева? Хамелеон. Палочник. Алена, какой писатель придумал слово «Лилипут»? Пас. Джонатан Свифт. Максим, какую породу книга рекордов Геннесса в 2014 году признала самая маленькая собака? Чухахуа. Верно. Алена, кто из этих художников был аристократ Манри Матис, Поль Сезан, Клод Мане, Анри, Тулус, Лотрек? Клод Мане. Лотрек. Максим, у кого из этих крупных хищников и обмен веществ происходят гораздо медленнее, чем у остальных белый медведь, амурский тигр, пантера, панда? Белый медведь. Панда. Алена, кому установлен бюст на переходе между станциями метро Тругеневская и Сретенский бульвар, Москва? О, пас. Кирову. Максим, какой город стал столицей России в 1712 году? Петербург. Верно. Алена, территорию какого субъекта России не пресекает Северный полярный круг, Республика Карелия, Чукотский автомобильный округ, Иркутская область, Красноярский край? Карелия? Иркутская. Максим, действие филовка Ураламна происходит в Сибири? Пас. Преступление, наказание. Алена, какая станция московского метро была построена по просьбе Юрия Беникулина? Цветой бульвар. Максим, какой бюст на момент памяти Кулиановский? О! Йо! Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры следующая. Всего я задал вам 20 вопросов. При этом Алена дала три правильных ответа, а Максим четыре. Максим, чему радуетесь? Почему так мало? Радуюсь тому, что четыре, а не два, например. Насчет панды, конечно, обидно. Я знал, что панда, но почему-то увидел медведя и подумал... А насчет преступления, наказания не обидно? Насчет преступления, наказания вдвойне обидно, но там я вообще практически потерял мысль. У меня три-четыре романа какие-то покружились и улетели. Какой писатель придумал слово «Лилипут»? Вы знали о том? Я думаю, конечно, это же «Свифт», потому что там антиутопические мотивы, мне было это интересно. Понятно. Алена, почему так мало? Ну, в условиях ограниченного времени очень сложно сконцентрироваться. И вроде бы ответы есть в голове, но невозможно их. То есть вы считаете, что вам помешала трудность в концентрации, а не элементарное незнание? Надеюсь, да. Например, вопрос про трубецкую. Это же программа седьмого класса. И? Я сказала только букву «Т». И? Не сказала фамилию. Плохо. Остальные буквы незнание. Получается так. Понятно. Максим, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете второй раунд. Переход хода осуществляется после первой ошибки. Это означает, что если вы будете всегда давать правильные ответы, вы не предоставите Алене ни одной возможности ответить на вопрос. Мне кажется, это фантастическая вероятность. Но она не исключена. Максим, что из этого не форма государственного устройства? Унитарное государство, монархия, федерация, конфедерация? Унитарное. Монархия. Алена, в какой реке жили хранившие золото девы героини Опер Рихарда Вагнера? Рейн. Максим, работники чего отправили жалобу, в результате которой в России в 19 веке запретили участному экипажам вешать колокольчики над дугой? Работники... Почтовых станций, Алена, где состояла беседа Хрущева и Никсона, поразована кухонными деватами? В Кремле? Где? Пас. На выставке. Максим, в честь кого или чего названа валюта Анголы? Кванза. В честь Кванзы. Реки. Реки. Алена, в какой стране вы на 1925 году был принят закон о шляпах? Пас. В Турции. Максим, что изображено на гербе города Глазов? Пас. Глаз. Клаз. Алена, название какой российской реки совпадает с именем бога из римской мифологии? Ой. Вы не знаете. Амур. Максим, что такое гусь в историческом названии города Гусь Хрустальный? Символ города. Река. Алена, температура чего на Олимпийских играх должна составлять от 25 до 25 градусов Цельсия? Воздуха. Воды в бассейне. Максим, сколько длится действие в комедии Ожинить Бифига? Один день. Верно. Максим, что домохозяйка Сили Уикс по России насидела на протяжении двух лет, о чем призналась в соцсетях в марте 2020 года? Травила мужа. Поливала пластиковые растения. Алена, сорт какого садового растения назван в честь героини? Герцогини Ангулемской. Дочери Людовика. Груша. Максим, в каком виде спорта 64-летний Оскар Сван стал олимпийским чемпионом на Играх 2012 года? Гребля. Стрельба. Алена, какие географические объекты изучают спелеологи? Камни. Пещеры. Максим, в какой стране возник танец краковяк? Польша. Верно. Максим, в каком городе находится большинство шедевров, созданных архитектором Антонио Гауди? Италия. Барселона. Город. Алена, 16-сантиметровая модель, чего украшает аэропорт Ливерпуля? Самолеты. Подводная лодка. Максим, в каком государстве принадлежит Фаррерске острова? Франция. Камни. Время вышло. Итак, второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 19 вопросов. При этом Максим дал два правильных ответа, а Алена – ноль. Алена, перед учениками стыдно не будет? Надеюсь, что нет. Вопросы вам показались сложными? Ну да, я, честно, не знала ответа на них. Максим? И вопросы вам показались сложными? Я думаю, как будто бы скорее спешными. Здесь я торопился больше, чем в первом раунде. И два-три вопроса точно, если бы я не спешил, я мог бы ответить. Насчет островов я знал. Почему-то сказал Франция, хотя в голове Дания всплыла. То есть вы будете оправдываться не знанием? Нет, я виноват. Пусть ученики и все студенты смотрят на меня и говорят, вот он географию не знает. Да. И все сотрудники библиотеки? Ну, за всех говорить не могу. За медиа-центром может быть только. У нас в голове своя география, свои какие-то тексты, география книг. Странный ответ. Ну ладно, пусть будет. Алена, мы можем вас попросить только что-то попросить у Максима. Пожелать ему, может быть, удачи или не удачи. Ну, желаю выйти в финал. Спасибо. Не с целью там только получения этих 100 тысяч, но и с целью получить удовольствие, проверить свои знания. Благодарю. А вы получили удовольствие? Не в полной мере, но да, чуть-чуть. Спасибо. До свидания. Так, мне нужно дать 14 ответов, видимо, насколько я посчитал. Я думаю, что надо. Максим, каким-то образом готовились к игре? Посмотрел ваши другие выпуски и открыл карту мира, немножко посмотрел на нее. Выпуски понравились или не очень? 50 на 50. Какие-то выпуски мне показались очень динамичными и вопросы вполне между собой гармонировали. А какие-то выпуски были чуть более монотонными и разброс был большой между сложностями? Свою игру, игру со своим участием, как оценить? Неплохо, но мог сыграть лучше, мог сыграть хуже. Но сыграли плохо. Ну, сыграл нормально. Вы так думаете? Шесть ответов неплохо, да. Ну, ладно. По пятибалльной шкале уже молодец. Уже шесть выше пяти. Видно, что вы себя любите. Ладно, пусть будет. Максим, ровно одну минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы добьете счет правильных ответов до 20 по итогам всех раундов, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот денежный приз ожидает игроков в конце телесезона. Максим, в какой стране находится озеро Балхаш? Монголия. Казахстан, где можно увидеть Аналой в библиотеке, школе, церкви и бассейне? Церкви. Верно. У какого литературного героя была собака по кличке Банга? Ой, паф. Понти Пилат, сколько будет, если сложить три-четыре и шесть восьмых? Паф. А в полторы название какой игры можно перевести на латынь, как Канистри Лидюн? На латынь. Паф. Баскетбол. С чего произведение легло в основу итальянского фильма? Один из тринадцати. Паф. Ильфа и Петрова. Какой педали не было у автомобиля Форд Т? Вцепление. Газа. Какая профессия у Марио в известной игре, который прибирает? Водопроводчик. Верно. Прообраз какого прибора назвали блошиным стеклом? Лупа. Микроскоп. Персонаж какой пьесы носит, фамилия яичница? Паф. Женитьба. Что снял с себя первый фокалоносец, эстафета олимпийского огня, игроков в 2018 году в Лондоне? Одежду. Оружие и форму. На ком с качеством Анцаревича на картине Боснецова? На волке. Верно. Какое женское имя упомянуто в припеве песни из фильма «Москва. Свет замок не верит?» Так, так, так. Паф. Александр, название какого устройства говорит, говорит, что оно не имеет? Клевер. Паф. Смартфон. Время закончилось. Итак, за время игры я задал вам 14 вопросов. Вы дали только три правильных ответа. В последнем решающем раунде вы не смогли довести счет правильных ответов до 20, поэтому покидайте нашу игру. Но не спешите уходить, потому что хочется вас еще чуть-чуть помучить. Теперь не стыдно? Да я думаю, нет. За Понтия Пилата нет? За Понтия Пилата, да. За Эльфа и Петрова? Нет. Не мои любимые писатели. Я думаю, слабая база по биологии, физике, географии, вот по этим моментам. В школе не мой был конек. История, литература еще более-менее. А вот здесь вот. Так что немножко обидно, что в свое время эту базу не закрепил. Понятно. Алена оправдывалась трудностью в концентрации, вы сначала оправдывались скоростью, но теперь так же, как и Алена, сознались в том, что база знаний, видимо, действительно не очень высокая. Ну, вопросы так подобраны, очень специально, я понимаю, что часть игры очень круто подобраны вопросы, как ловушка. И вы на эту ловушку попали. Конечно. Всем телом бросился туда, сбросил себе одежду. Тем не менее, спасибо за игру. Вам спасибо. Это игра «Ума. Палата». И снова 100 тысяч остались у меня. Может быть, вы тот самый счастливчик и умник, который сможет забрать их у меня. Узнаем на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»